Норильск уникальный. Международная делегация геологов провела полевые работы на норильских месторождениях. Напомним, неделю назад ведущие ученые и представители крупнейших горнодобывающих компаний мира прилетели в наш город на научную экскурсию. Все они участники 12-го международного платинового симпозиума, который стартует в Екатеринбурге уже на следующей неделе. Ну а пока гости знакомятся с нашей промплощадкой. Ведь именно месторождения Норильска признаны во всем мире крупнейшими и богатейшими. Известны они и другими уникальными находками. О необычном знакомстве в полевых условиях. Репортаж Людмилы Кожевниковой. Норильск геология стала отправной точкой. Отсюда 27 геологов из 9 стран мира начинают свой научный воежж по изучению норильской территории. Сегодня место их заброски гора Гучиха. Туда мы и отправляемся. 9 стран это Россия, Канада, Китай, Австралия, Дания, Финляндия, Франция, США и даже Южноафриканская республика. Делегаты известные ученые, ведущие геологи и представители крупнейших горнодобивающих компаний. В северный город их пригласил Норильский никель, чтобы показать уникальное месторождение. Гости уже побывали на рудниках. На очереди полевые работы. Сейчас мы находимся в поселке геологов, которые бурили и вели горные работы на этом месторождении. Но перед выходом ученые немного задержались. За время совместной работы делегаты подружились, поэтому не смогли пройти стороной мимо трагического факта. В Китае, откуда прибыла часть геологов, произошло страшное землетрясение. Минутой молчания гости почтили память погибших в этой катастрофе. Мы приносим свои искренние сожаления китайскому народу и вместе с ним скорбим по этому поводу. После минуты памяти международная делегация отправилась изучать норильские месторождения. Нам есть чем гордиться и что показать иностранным гостям, отмечают местные специалисты. Гора Гучиха для экскурсии была выбрана не случайно. Именно здесь, на поверхности, подмываемой ручьем Рудным, ярче всего представлена инкрузия, которая сегодня почему-то так интересует наших международных гостей. Инкрузия – это геологическое тело, полученное в результате извержения вулкана, закристаллизовавшейся магматической горной породы. Насторождение инкрузии существует по всему миру. Сегодня в лидерах даже не мы, а Канада. Но оказывается, именно российские месторождения самые богатые по содержанию платиноидов. А именно это и интересует наших международных гостей. Ведь после посещения Норильска они отправятся на платиновый симпозиум. Это не просто камень, это образец, который содержит большое количество рудной минерализации. Найти что-то подобное в природном обнажении – это необычно. В нем содержатся драгоценные металлы, и он дорогой. Подобные образцы иностранные ученые видели накануне в Норильских рудниках. Под землей они встречаются часто, а вот обнаружить их на поверхности, да еще и в таком количестве, можно, пожалуй, только у нас. Однако наши территории могут похвастаться не только этим. Это богатейший край, где развиты множество полиметаллических месторождений. На периферии есть месторождения алмазов, платины, самородного железа, графита и соли каменной, многочисленных строительных и облицовочных материалов. Сокровища на этой территории могут найти не только геологи, но и ценители истории. Именно здесь раньше находился поселок Норильск-2. О нем напоминают не только разрушенная кладка и остовы домов, но и вот такие раритеты. Вот это, например, то, что осталось от лошадиной повозки. И как они сюда лошадей затаскивали? Впрочем, наших гостей интересовало не это. Геологи со всего мира мечтают побывать именно у нас. Даже доктора и профессора геолога минералогических наук поездки в Норильск ждут годами. Я просто счастлива, что я сюда попала, потому что это месторождение медно-никельное, оно самое лучшее, самое богатое в мире по производству палладия. И уникальное месторождение, и разнообразное. И изучать его для геолога, для минералога, которым я являюсь, это просто большое счастье, удовольствие и удача. Поэтому все участники научной экскурсии не теряли драгоценного времени. Они буквально вгрызались в наше месторождение. Когда еще такой случай представится? Я тоже решила присоединиться к этой рудной лихорадке. Попробую добыть хоть немного богатой руды. Вот так. Надеюсь, этот камешек чего-нибудь стоит. Пойду спрошу. Мой первый геологический опыт оказался не очень удачным. А иностранные ученые уже торопились сменить место полевых работ, ведь им еще столько предстоит увидеть. После ланча на природе и небольшого отдыха перед гостями предстали не только удивительные красоты нашей земли, но и поистине уникальные находки. Уникальность нашей территории не только в богатой минерально-сырьевой базе, но и в том, что у нас можно найти поистине удивительные вещи. Вот это окаменелое дерево. Его принесло сюда леднюком. Специалистам не составило труда определить его возраст. Ему, только вдумайтесь, 250 миллионов лет. Дерево, еще заставшее мамонтов, стало гвоздем экскурсионной программы. Иностранные гости признались, найти такие образцы можно не на каждом континенте. А вот норильские геологи с гордостью рассказывают, что у нас такое чудо. Чуть ли не на каждом шагу обнаружить можно. Только его нужно уметь разглядеть. Я уже видела окаменелые деревья, но они не были связаны с крупным извержением вулкана, поэтому это необычная находка, и она впечатляет. Увиденные в Норильске иностранные специалисты изучат. Большую часть материала используют в педагогической деятельности. Упоминания о норильском месторождении также будут внесены в доклады для научных симпозиумов. Я из Китая, и мне интересно сравнить ваши и наши месторождения. Мы занимаем третье место после вас. Я познакомлю с вашими образцами своих коллег, у которых нет возможности попасть на вашу уникальную территорию. После экскурсии длиной в день, после огромного километража и десятка изученных пород, члены международной делегации дружно отметили, что из Норильска они увезут не столько научные образцы, сколько воспоминания о красоте нашей территории. Людмила Кожевникова, Иван Усачев, новости северного города. К городским темам. Короткое северное лето, похоже, близится к концу. И один из главных приоритетов дня – успешное завершение намеченной программы летних ремонтов. В среду глава Норильска Олег Курилов побывал в Каиркане, где посетил 12 объектов. Что сделано, а что еще нужно успеть? Смотрите далее. Рабочая поездка городоначальника началась с осмотра отремонтированной водопропускной трубы в районе мебельной фабрики. Проблема здесь возникла весной, когда талые воды стекали прямо по дороге в Каиркан. Осталось на сегодняшний момент произвести обратную засыпь, просто основная троговка и использовательная дорожная плата. Первое в районе, на что обращает внимание мэр – новое дорожное покрытие на въезде. Далее – осмотр Каирканской скорой помощи. Все дорожные работы мы планируем провести до конца сентября, внутренние по отделке гипсокартона, то есть внутренние коммуникации, возможно, за начало сентября максимум, ну, может быть, 10-10 часов. Кстати, пока на первом этаже будут следить за здоровьем жителей, на остальных двух их будут приучать к здоровому образу жизни. Тут работает ДСШ-5. Изноши здесь новый инвентарь. До работы этой программы все тренажеры, которые здесь были, они практически были самодельными, сваренными из металлопроката с тренерами-преподавателями самостоятельно, соответственно, никаких сертификатов на них не было сейчас. Впрочем, у спортсменов есть и проблемы. Так до сих пор не решен вопрос с крыльцом местного дома спорта, да и внутреннее состояние спортсооружения периодически требует внимания. Ну, до конца недели все. У нас гарантия еще два года. Мы уже так составили, они приходили. До конца недели должны устранить. Зато КРК раньше всех начнет ледовый сезон. То есть у нас получается, что КРК раньше всех откроется. Зальется? Да, зальется. 1 сентября мы уже все принимаем тренировочек. Финальный пункт поездки – плавательный бассейн. Здесь тоже есть над чем подумать. Есть вопрос, который необходимо решать, вот даже по бассейну. Значит, те же самые проблемы, что и в Толнахском. То, что мы с вами смотрели, это все, что касается водоподготовки, полностью замена системы фильтрации и так далее. И плюс вентиляция тоже требует абсолютно там ремонта. От нас ждут предложения. Значит, нужно искать варианты, что и как спроектировать. Посмотреть, где взять возможность, ну допустим, какие гранты под это подстроить, подкрепить финансирование. Ну и, как вы говорите, возможно, помощь будет из бюджета. Оксана Соколова, Дмитрий Демидюк, Иван Усачев. Новости северного города. Сезон речной навигации в самом разгаре, но это не отразилось на ценных на овощи и фрукты. Стоимость плодовочной продукции до сих пор сравнительно высока. Да, норильчане негодуют, если весной цена на картофель была искусственно раздута сверх меры, то чего уже ждать в ближайшем будущем. И как хуже и хуже. С каждым годом все хуже. Почему, бабуля? Мы вас понимаем, вы нас понимаете. Но у нас тут карманы-то такие бездонные. Скоро в следующем году у нас не будет. Поксона будет продавать. Поксона будет продавать. 200 рублей помидоры. Обычно август традиционный сезон низких цен на овощи и фрукты в Норильске. Однако в этом году живые витамины не спешат дешеветь. Горожане возмущены. С каждым годом цены все выше и выше. О причинах им остается только гадать. Сказали, что не будет поступления с Украины, с Польши. Вот они никак не сбавляют цену. Цены не падают. Зарплата остается та же самая. И пенсионерам. Как выживать? Зашкаливают, можно сказать. Я сейчас, смотри, как приехала. Это вообще разница такая, что глаза. Вообще ужас, конечно. Конечно. И качество не особое нынче. Выбора вообще нет. Вообще нет. Это что? Это черешня? Черешня может не так и плоха, да только цена у нее с зубами. Больше 250 рублей за килограмм. Продавцы разводят руками. За сколько взяли, за столько и отдают. Закупать овощи и фрукты нынче дорого. Да и товара у оптовиков мало. Цены же от нас не зависят. Товар приходит дорого. Мы копейки зарабатываем вообще здесь. Если честно. Ну, мало перевезут сейчас девушка. Воз мало. Поэтому цена поднимается. Мы тоже дорого берем. Товар мало идет. Оттуда товар мало возят. Поэтому дорого продаются на базе. В управлении потребительского рынка и услуг констатируют, состояние на рынке повторяет ситуацию 2012-2013 годов. По сравнению с июнем прошлого года морковь, картофель и свекла подешевели на 5-6%. А уже в июле второй хлеб потерял в цене еще 22%. Дороже, чем в прошлом году, сейчас стали капуста и помидоры. С картошкой вообще вышла интересная история. Весной этот овощ стал просто золотым. По цене больше 100 рублей за килограмм. И в городе поползли слухи о настоящем ценовом сговоре. С этим вопросом даже разбирались в Краевой службе финансово-экономического контроля. В соответствии с планом проверок данной службы, в апреле месяце они проверили 25 хозяйствующих субъектов. В отношении 8 из них были составлены административные акты о правонарушениях, то есть завышении цен. Возбуждено было 13 дел об административном правонарушении. И в результате этого были взысканы штрафы на общую сумму чуть больше 218 тысяч рублей. По словам специалистов, ситуация на норильском рынке отражает общероссийские тенденции. Сегодня большую долю занимают овощи и фрукты отечественного производства. Сейчас их закупать дороже, чем в прошлом году. Основного снижения цен следует ожидать, когда начнется активный сбор урожая. А это конец августа, начало сентября. Оксана Соколова, Юлия Шестак, Александр Вори, новости северного города. А Норильский городской суд в среду рассматривал дело предпринимателя Алискерова. Состоялось последнее перед вынесением приговора судебное заседание. Напомню, осенью 2012 года зараженная свинина с фермы предпринимателя попала на городские прилавки. Тогда пострадали 20 человек, один скончался. Большинству поставили серьезный диагноз – трихинелез. На скамье подсудимых, кроме фермера, оказалась и ветеринарный врач, выпустившая опасное мясо в продажу. Но в итоге врач попала под амнистию из-за того, что ей более 55 лет, она женщина, ранее не судима и срок наказания не превышает 5 лет. Сейчас в деле фигурирует только один обвиняемый – сам хозяин свинофермы. Вернее, он собственник, только юридически. Но по факту все дела ввел его отец, и именно на тот период пришлись несчастные случаи. Учтет ли суд это обстоятельство и каким будет приговор, станет известно в пятницу. А в среду у подсудимого была возможность обратиться с последним словом ко всем участникам процесса. И вот что сказал Алискеров-младший. Извинения, я не согласен, так как я этого не совершал. Свечу адвоката, данным на премьер, у нас и согласен. Прошу суд вынести справедливое решение. У меня все. В четверг синоптическая карта таймера будет представлена тыловой частью циклона, куда с северо-запада продолжат поступать разрозненные массивы дождевых облаков и не по сезону холодный арктический воздух с температурным режимом на 7-9 градусов ниже климатической нормы. 7 августа солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Ночью в Норильске облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха в Норильске плюс 2, плюс 5. В Дудинке плюс 3, плюс 6 градусов. Днем в городе облачно с прояснениями. Прикновременный дождь. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура в Норильске плюс 5, плюс 8 градусов. Дудинке плюс 6, плюс 9 градусов.